Мы сегодня имеем такое прекрасное время общения с Господом. И хорошо, когда мы ищем этого в жизни нашей, общения с Богом. Знаете, Бог создал человека так, что он нуждается в своем Творце. Он нуждается. Но иногда люди заменяют это общение с Богом чем-то другим. А Давид, он всегда искал этого. И вот в 4-м псалме он говорит такое слово. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. И последний стих, предпоследний. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им. И будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. Слава Богу! Этот муж Божий, хотя, если мы читаем историю из жизни Давида, он не был идеальный человек. Он, может быть, в своей жизни больше грешил, как кто из нас. Согрешал. Он много делал ошибок, но он любил Бога. Вот это то, что его, как сказать, оправдывало, его искренность и любовь к Богу. То, что он очень сильно любил Бога. Он старался всегда искать общение с Ним. Он всегда старался с Ним налаживать отношения. Иногда бывали обстоятельства в его жизни, когда он уходил от Бога, входил в какое-то забвение и совершал ужасные преступления. Но потом, осознавая это, он сильно каялся и приходил к Богу. Осознавал. И это все налаживал снова эти отношения с Богом. Он старался иметь отношения с Богом близкие. Иногда бывали обстоятельства, когда он проходил низкие долины, когда рабы, то есть те, которые не стоят его внимания, его злословили. Помните семей, когда он убегал от своего сына, он шел, злословил, бросал камни, пыль на него. Но Давид понимал, что для него важнее найти общение с Богом. И это очень важно, когда мы ищем его лица, прибегаем. Очень много в своих псалмах Давид выражает вот этого желания, восторженного такого желания иметь общение с Богом. Рано представить перед Богом и искать с Ним общение. Знаете, это прекрасно. И я понимаю, что в нашей жизни мы тоже стоим и ходим перед нашим Богом. И наша жизнь, она зависит от нашего отношения с нашим Богом. Мы пели этот псалом, да, и там были такие слова по-украински, что хай не суммует той, кто любит Бога, да. Пускай не унывает тот, кто любит Бога. Если мы любим Бога, то мы на правильном пути. Я просматривал и я нашел четыре одинаковых места в Священном Писании. Четыре одинаковые. Это Второзаконие, 6 глава, 4-й, 5-й стишок. Это Матфей пишет также, 22 глава, 37. Лука, 12-30. То есть Лука, 10-27, и Марк, 12-я глава, 30-й стих. Давайте прочитаем эти места. Второзаконие это Моисей, когда он говорил с Израилем уже перед своим отходом, когда он уже должен был умереть, и он наставлял Израиля, и говорил им именно это место, Второзаконие, 6-я глава. И он выделил это из всех заповедей и сказал, слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть. Он есть един. И дальше. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всеми силами твоими. Здесь две мысли, две очень важные вещи Моисей выделил из закона. И говорит, слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть. Он есть един Бог. И дальше. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоею и всеми силами твоими. И там мы знаем вторая заповедь, подобно этой, это Матфей пишет. Это 22-я глава. Когда фарисеи его спросили, один законник, какая самая первая заповедь, Иисус Христос повторил эти слова, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоею и всем разумением твоим. Это первая и наборщая заповедь. Вторая же, подобно ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях, на этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. На этих двух заповедях утверждается также все учение Иисуса Христа. На этих двух заповедях. Возлюби Господа и возлюби ближнего, так, как самого себя. Я хотел бы немножко сегодня порассуждать именно об этом и в свете этого Священного Писания, проверить себя, проверить нашу жизнь. Действительно ли мы исполняем эти заповеди в нашей жизни? Действительно ли они есть фундаментом нашей веры, фундаментом нашей жизни? И Иисус Христос сказал, и Луки подобно так само, и Марк повторяет, что это есть самое главное. Это есть в жизни, как бы, вот это направление, которое мы должны держаться. И когда мы анализируем жизнь нашу, и вот настоящий век, которым мы живем, мы видим, что в последнее время очень много совершается вокруг нас, всяких непонятных событий, всяких происшествий, всяких отношений непонятных. И мы смотрим, почему все это так происходит, вот даже в нашей стране, почему-то эта страна, она немножко поменялась. И знаете, несмотря на то, что в последнее время человечество достигло очень многого, очень многого. И один проповедник сравнил, говорит, наше человечество, это подобно на лифт, в котором люди направляются, и написано вверх, вверх, все вверх. И они стараются идти вверх и вверх, достигать больше и больше. И мы видим, что очень много они могли достигнуть, люди в этом мире, в наше время. Они достигли космоса, да, на Луне побыли там уже больше десятка раз. Они покорили очень большие высоты, да, самые высокие горы уже покорили, установили большие рекорды новые, упустились в глубины океанов очень низко, исследуя все, стараются проникнуть туда дальше, во Вселенную, но это не принесло им какой-то пользы, удовлетворения. Человечество все больше и больше приближается к своему концу. И как никогда люди сейчас бьют тревогу и говорят, что человечество находится на пороге самоуничтожения. Почему? Чем больше люди знают, знают, чем больше люди познают, тем больше они приходят в состояние беспомощности. И мы видим, что никто не может помочь. А самая большая причина и самое главное, я смотрю, это в том, что люди оставили Бога. Люди оставили Бога. Люди потеряли с Богом общение, потеряли с Богом отношение. И вот это привело к этому, что человечество идет к своему концу. Написано, когда услышите, что будет говорить мир и безопасность, то что придет конец, придет пагуба. И мы видим, очень много создается организация объединенных наций, все направлено на то, чтобы между народами что-то урегулировать, но она не состоялась, эта организация, она показала свою беспомощность. Почему? Потому что они без Бога. Они не имеют основания свое правильным. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали то, что действительно вот эти две заповеди, которые оставил Бог, которые Иисус Христос повторял несколько раз. Я прочитаю Луки. Десятая глава. С 25 стишка. И вот один законник встал, искушая его, сказал, Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Это законник, это тот, который знал закон, да? Законники, они изучали закон, и они и переписывали закон, книжники, законники, и учили народ. И вот этот законник, он подходит к Иисусу Христу и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я думаю, что многие из нас тоже задаются этим вопросом. Господи, что же нам делать? Как нам жить, чтобы нам иметь уверенность, гарантию в жизни вечной? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И что Иисус Христос сказал в ответ? Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего, как самого себя. Христос повторил те же слова. Говорит, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим. Мы иногда можем сказать, не задумаясь, да, я люблю Бога. Кто сегодня скажет из нас, что я не люблю Бога? Я люблю Бога, да? Конечно, мы любим Бога, мы любим получать от Него что-то, мы любим, мы всегда обращаемся, мы нуждаемся в Боге, мы любим, да? Ну, а здесь написано, возлюби Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею, всей силою твоею, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, это законник повторил эти слова, Иисус сказал ему, правильно ты ответил, так поступай, и будешь жить. Очень просто, да, один стишок всего исполнить. Трудно ли это? Возлюби Господа всем сердцем, всею крепостью, всем разумением, и ближнего, как самого себя. Всего один стишок исполните, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его, и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою, и увидел его, прошел мимо. Когда же, так же и левит был на том месте, подошел, посмотрел, и прошел мимо. Самарянин же, некий, проезжав, нашел его, увидев его, и сжалился. Заметьте эти слова. Самарянин некий, проезжая, нашел его, увидел его, и сжалился. Это то необходимое чувство, которое должны были быть в этом человеке, чтобы он что-то предпринял. он проезжал, он проезжал, увидел, нашел его, увидел его, и сжалился. Он нашел, что он там лежал, беспомощный. Он увидел его проблемы. Он близко взял это к своему сердцу. Он увидел, что этот человек нуждается в нем, нуждается в помощи. И что? Он сжалился. Он сжалился. У него проявилась вот эта любовь к этому человеку. Хотя он не был из его народа, я думаю. И он сжалился. И что дальше произошло? И подошел, перевязал ему раны, возлил масло и вино, посадил его на своего осла. Ему нужно было слезть с этого осла. Он ехал на нем, написано. Он слез с этого осла, посадил этого нуждающего на осла своего и привез его в гостиницу и позаботился о нем. Вот это были действия этого человека после того, как он увидел, он нашел его, и в сердце его нашло жалость, любовь к этому человеку. А на другой день, уезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, что больше, я когда возвращусь, отдам тебе. и Иисус Христос обращается к этому человеку, задает ему вопрос, чтобы он задумался, чтобы он подумал и взвесил свое состояние и именно то, о чем он говорил, и Иисусу Христу об этой заповедине, говорит, кто из этих троих, думаешь, был ближним, попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавши ему милость, когда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Иди и ты поступай так же. Братья и сестры, это пример, это притча Иисуса Христа, но она очень о многом говорит. Эта притча говорит нам о нашей жизни, о нашей любви к Богу, о нашем служении Ему. Она говорит о том, чтобы мы проверили себя, этот законник, он знал очень хорошо Писание, он сам процитировал эту первую заповедь, и он сказал правильно, точно сказал. Но, братья и сестры, он потом задал еще один вопрос, а кто же мой ближний? По этим словам видно, что он не поступал так, он не поступал по этим заповедям. И Иисус Христос, проведя эту притчу, показал ему, что незнание даст тебе жизнь. Я думаю, что тот священник, который проходил первым, он видел его, он знал очень хорошо эту заповедь, он очень хорошо ее знал. И он написан, он прошел, просто увидел, может быть, он осудил его, не знаю, мне написано, но он пошел дальше. У него были свои дела, он был занят своим, у него другие цели были, у него были и срочные дела, он оставил нуждающихся и пошел дальше. Был и левит, написано на этом месте, он посмотрел, но у него другие были занятия, другие приоритеты. Он спешил что-то другое делать, может быть, для Бога петь, может быть, что-то делать, при храме, жертвы помогать священникам приносить, может что-то другое делать, но он увидел этого человека и оставил его там лежать. В другом месте написано, другой нашел его еле живым. Уже этот человек был при смерти, и этот левит ушел и оставил его лежать дальше. И мы видим, что самарянин это те, которых осуждали, которые не были народом Божьим, они не служили Богу правильно, они не служили Богу правильно, они не знали точно, где поклоняться, они, самарянка задавала вопросы Иисусу Христу, вы говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме, там, по всем правилам, а мы говорим, что на этой горе надо, а Иисус Христос говорит, нет, и не там, и не на горе, нужно поклоняться Богу в Духе и Истине, таких поклонников Бог сегодня ищет себе, братья и сестры, сегодня очень актуальный этот вопрос на сегодняшнее время о нашем поклонении Богу, о нашем служении Богу, о том, в нашем отношении и исполнении важнейших заповедей Божьих, а именно это, Господь Бог наш есть Бог единый. в другом месте там, в Турозаконе Моисей говорит, да не будет у тебя других Богов, да не будет у тебя других Богов, да не будет у тебя в сердце другого чего-то, что стояло на месте Бога, именно на том месте, в котором Бог должен находиться, да не будет больше ничего. братья и сестры, сегодня очень многое занимает в сердцах людей, я не говорю в ваших сердцах, в сердцах людей именно место Бога. В одних людей это могут быть деньги, в других может быть образование, наука, в третьих может быть какие-то развлечения, люди стараются побыть везде. Мы были как-то в Вашингтоне, жили, вот когда только приехали в Америку и некоторые сразу пошли на работу и работали мы в том же числе, а некоторые уже 10 лет находились на Велфере и говорят, Бог нас призвал сюда, привел сюда, чтобы мы отдыхали. Мы знаем все парки, мы знаем все места, мы знаем все озера, мы все знаем, где грибы хорошие, где ягоды, где что. Бог привел сюда нас, чтобы мы здесь, были царями и священниками. Братья и сестры, не для этого Бог призвал нас сюда, не для этого. И многие эти, вот это ставят на первом месте, братья и сестры. И, конечно, очень многие в сердце на первом месте другое, может быть, какие-то похоти, желания, похоти этого мира, какие-то влечения, и грехи даже занимают место Бога в сердцах людей. Но Бог сегодня говорит, вот так поступай и будешь жить. Вот так поступай и будешь жить. Если ты на первое место поставишь Бога в твоей жизни и возлюбишь Его всем сердцем, всеми силами, всем разумением, всем, естеством своим и ближнего, как самого себя. Когда нужда ближнего у нас будет нашей нуждой, когда проблемы ближнего брата или сестры будут нашими проблемами, тогда мы можем сказать, что мы любим Бога. Мы любим Бога по-настоящему. Братья и сестры, я сегодня это говорю себе и каждому из нас, чтобы мы проверили сегодня себя, насколько мы сегодня любим Бога. Насколько мы сегодня стараемся делать что-то для Бога. Насколько в нашей жизни сегодня Бог на первом месте или другими словами, на каком месте сегодня Бог в нашей жизни. Давайте мы сегодня проверим себя и сделаем отметку. Да, Бог сегодня у меня на первом месте. Можем ли мы это сказать сегодня так? Если да, слава Богу, да благословит Бог сегодня каждого из нас. Мы на правильном пути. Как Бог сказал этому человеку, вот так делай, и будешь жить. Если в жизни нашей, любовь к Богу нашему на первом месте, тогда мы на правильном пути, братья и сестры. Поэтому да благословит сегодня Бог сегодня каждого из нас. И чтобы нам проверить себя, Иисус Христос говорит в Евангелии Матфея, 10 глава, 28 стишок и ниже. Он говорит, придите ко мне, все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем. И найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо и бремя моё лёгко. Слава Богу! Братья и сестры, Слово Божие, оно обращается к нам. Иисус Христос говорит этим словом, что если у вас проблемы, если у вас какие-то в жизни есть неустройства, если есть что-то нерешённое, Он говорит, я есть ответ на все ваши вопросы. Только от человека, от нас зависит наше отношение с Иисусом Христом. На каком месте сегодня он нас? Как помните, на той молодёжной молитве конференции Дэвид говорил, что очень многие люди, очень многие люди желают Иисуса Христа иметь в своей жизни спасителем. Очень многие люди желают иметь исцелителем, чтобы он исцелял. Очень многие люди хотят, чтобы Иисус Христос исполнял все их проблемы. Но очень мало людей, которые хотят, чтобы Иисус Христос был их Господом, их Господином жизни. Очень мало таких людей, которые хотят, чтобы Иисус Христос был хозяином их жизни. А это и есть самое важное, братья и сёстры. Когда Он является хозяином нашей жизни, когда Он есть Господином нашей жизни, тогда Он решает все наши проблемы, все наши вопросы, наши болезни. Он берёт на Себя наши проблемы. И когда дьявол приходит всякими искушениями, Он встречается с Ним и решает эти проблемы, братья и сёстры. Поэтому да благословит сегодня Господь каждого из нас. И я хотел бы сегодня, чтобы мы сегодня немножко поразмышлили над этим словом Священного Писания. Является ли Иисус Христос предметом нашей любви? Является ли Бог самым первым в нашей жизни и единственным Богом? Говорит, да не будет у тебя других богов. Да не будет у тебя других богов. Да не будет у тебя другого предмета поклонения. Да не будет возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей силою, всей крепостью и ближнего, как самого себя. Да благословит Бог сегодня каждую из нас, чтобы нам сегодня освежить это в нашем сознании, в нашей памяти и сказать самому себе, Господи, действительно ли я люблю тебя так, как ты возлюбил меня? Действительно ли ты являешься тем, которым я люблю всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью? Действительно ли я люблю ближнего моего, как самого себя? Да благословит Бог сегодня нас. Мы давайте склонимся, поблагодарим Бога и скажем Ему то, что в нашем сердце. И если в нас есть, мы видим, что не все в порядке, мы можем это наладить. Слава Богу! Да благословит нас Бог! Аминь.